До какой степени техника будет проникать в будущее сообщества людей? Понимаете, с моей точки зрения, при правильном развитии техника должна быть вторичной, дополнять человека, а не доминировать. Сейчас мы полностью зависим от техники, правильно? Вот представьте себе, сейчас выключится свет, электричество прекратится подача воды, перестанет работать канонизация, и что? И крышка всем, да? Завоз продуктов и так далее. То есть цивилизация наша получается весьма абстрактная, иллюзионная. А в чем, допустим, просто если сейчас есть разработки, я знаю по крайней мере, несколько, допустим, которые получают электричество, маленький прибор, который можно получать, ну в стакане воды можно получать электричество, которое установит квартиру, примерно. Представляете? Примерно такого. Представляете, что это даст свободу, независимость какую? По крайней мере, со светом вы уже будете, правильно? Чебаси не будет. Потому что, если каждый в доме будет иметь, и такой приборчик, это один из приборов, существует разные, несколько типов. И, скорее всего, в ближайшее время эти приборы будут доводиться до промышленного производства, и масса производится в России. Я надеюсь, что это произойдет. И когда каждый человек может купить, и не нужно будет им платить каждый месяц счета за электричество, за газ и тому подобное. Представляете, как будет свобода? Человек купил прибор, желательно два на запас, да? Вдруг что сломается. И все. И тебе никто не нужен. Ты, по крайней мере, свободен. Ты не раб. Это тоже рабство своеобразное. Согласитесь? Что мы должны платить за электричество каждый месяц. А почему кто-то владеет электространством, которую строил даже не он, а весь советский народ в свое время? Правильно? На основании чего? И так далее. Дальше. Спасибо.